На профессиональном репортерском сленге термин «бэкграунд» обозначает реальную подоплеку происходящих событий, глубинную суть наблюдаемых процессов и явлений. Здравствуйте! В эфире «Бэкграунд». Форсированные темпы продвижения Украины к ассоциации с Евросоюзом являются прямым указанием на то, что эта ассоциация не столько экономический, сколько политический, а точнее геополитический проект. И его скорость задана не столько ожидаемыми экономическими выгодами для Украины, которые, мягко говоря, весьма сомнительны, сколько опасениями Запада по поводу резко возросших темпов реинтеграции бывших республик СССР, чему он стремится любой ценой помешать. И скорейшее включение нашей страны в западную орбиту, пусть даже ценой тяжелейших для Украины потерь, как раз и является ключевым условием успешного решения этой задачи. О том, что ни о каком вступлении Украины в ЕС сегодня нет и речи, знает, наверное, уже каждый и даже самый заядлый евроинтегратор. Западные политики честно признают, что не могут назвать даже приблизительно число и год, когда Украина может вступить в Европейский Союз. Экономисты, в свою очередь, напоминают, что Объединенная Европа находится в глубочайшем экономическом кризисе и к расширению в принципе не готова. Единственное, о чем сейчас идет речь, так это о подписании Украины соглашения об ассоциации, которые, судя по его тексту, который, к сожалению, почти никто не читал, все права закрепляют за Евросоюзом. А Украине оставляют одни обязанности. Украинские политики, которые придерживаются прозападного пути развития нашего государства, не любят говорить о европейском кризисе и всячески обходят эту тему стороной. Талдыча при этом одно и то же. Украина – это Европа. И двигаться в Объединенную Европу – наш долг. Я надеюсь, что этот год будет годом символичным. И Украина подпишет угоду про ассоциацию, потому что мы, украинцы, европейцы. Мы, европейцы. Там завжди географично, исторично, ментально, культурно. Судя по этому высказыванию профессионального боксера, европейцы из нас как из конского хвоста пропеллер. Наши так называемые евроинтеграторы элементарно не умеют ни читать, ни писать. Потому как, если бы они это умели, то, ознакомившись с текстом слов помянутого соглашения, они бы уяснили, что Украина сама добровольно лишает себя главного и, пожалуй, единственного козыря. Подписав эту кабальную ассоциацию и не выговорив для себя никаких привилегий, не говоря уже о полноправном членстве в ЕС, наша страна лишает себя и того ничтожно малого шанса, что когда-нибудь ее туда примут. А зачем принимать? Ведь Евросоюз уже на этом этапе получит от Украины все, что хотел. То есть, прежде всего, снятие таможенных барьеров и предоставление в его полное распоряжение украинского внутреннего рынка. Скажите на милость, зачем после этого европейским капиталистам идти Украине навстречу? Давать какие-то бонусы, принимать в равноправные члены и выделять ей кредиты? Ведь мы такие добренькие, что и без всего этого уже на все согласны. Таким образом, можно с полным на то основанием утверждать, что именно нынешнее соглашение об ассоциации с ЕС полностью перечеркивает европейские перспективы Украины и навсегда закрепляет ее в положении бесправного сырьевого придатка Евросоюза, об которой Европа вечно будет вытирать ноги. По сути, те, кто агитирует сегодня за такой выбор, являются куда большими врагами европейской интеграции Украины, чем пресловутые кремлевские украинофобы, которые якобы спят и видят, как бы сделать нынке какую-нибудь гадость. Глупость происходящего многократно усиливается тем, что все сегодня прекрасно понимают. Украина нужна Европе, причем нужна срочно для того, чтобы не позволить России укрепиться в качестве мирового политического и экономического лидера. Осознавая это, наши приверженцы евровыбора могли бы занять куда более жесткую и прагматичную позицию. Поставить Евросоюзу свои условия вплоть до приема Украины в полноправные члены сообщества не когда-нибудь потом, то есть никогда, а прямо сейчас. Вместо этого наши с легкостью повелись на европейский блеф на шулерскую болтовню Брюсселя о том, что вы нам не очень-то и нужны, так что как хотите. Впрочем, повелись это слишком легкое объяснение. Более правдивое заключается в том, что не повестись на это откровенное разводилово они уже не могли. Особенно после кипрского эпизода с реквизиция банковских вкладов, когда нашим держателям денежек в западных сейфах четко дали понять, что именно с ними будет, если они только посмеют вякнуть что-нибудь поперек воли того же Запада. Украина как государство никому никакой войны не проигрывала и поэтому не должна была подписывать никаких актов о безоговорочной капитуляции. Другое дело, украинская элита. Ее просто-напросто взяли в плен вместе со всеми ее сбережениями и под угрозой прямого уничтожения, всунули на подпись то, что Западу было нужно. И куда податься в этих условиях нашему олигарху с его политической обслугой? А никуда. Хочешь не хочешь, а подписывай. Это ведь он только на Украине олигарх, а на Западе так вошь на гребешке раздавят и не поморщатся. Вот эти вошки сегодня и засуетились, как ошпаренные. Хозяин торопит, и еще бы ему не торопить. Привычное гламурное мироустройство расползается буквально на глазах. Подтверждением тому петербургский саммит G20, который прошел в настолько ледяной атмосфере, что вожди Востока и Запада разве что не бросали гранаты друг в друга. А на горизонте еще большее осложнение. Началось новое глобальное размежевание ведущих геополитических сил. Принцип «кто не с нами, тот против нас» вновь становится основополагающим в мировой политике. В Москве все это прекрасно понимают и прилагают усилия для максимально форсированного сближения республик бывшего СССР в целях их сплочения перед лицом новых геополитических угроз. Украина в этом раскладе приобретает особое значение. Но ровно то же самое понимают и на Западе, поэтому стараются изо всех сил форсировать процесс отторжения Украины от России. Именно этим целям служит так называемая ассоциация с ЕС, едва ли не главной, если не единственной задачей которой является сооружение непреодолимого барьера между Россией и Украиной. Доказательство тому подоспело как раз на минувшей неделе. Армения заявила о своем решении вступить в таможенный союз. Запад отреагировал мгновенно. Еревану дали понять, что в этом случае о европейской интеграции ему придется забыть. Или, или, или то, или другое. Никаких двух стульев или двух сосок для ласковых постсоветских телят Запад не предусматривает. Для Украины это четкий и недвусмысленный сигнал. Интеграция с ЕС полностью исключает сближение с таможенным союзом, а стала быть чревата для Украины потери России и, прежде всего, российского рынка. То есть полномасштабной катастрофой. Между тем, Украине и без этого уже не сладко. Продолжает зарезкий спад в ключевых отраслях экономики. Появилась информация о больших проблемах в химической отрасли, об остановке крупнейших предприятий, в частности, концерна «Стирол» и Одесского припортового завода. Большие трудности испытывают и остатки украинского машиностроения. Например, Крюковский вагоностроительный завод перешел на трехдневную рабочую неделю. В ближайшее время намерен сократить 500 работников. По словам заместителя председателя правления завода Сергея Мельника, это обусловлено снижением объемов производства. Напомним ранее, Крюковский вагоностроительный завод и Днепровагонмаш жаловались на насыщение рынка и отток клиентов в результате обострения украинско-российских торговых отношений. Крюковский вагоностроительный завод был вынужден сократить объем своего производства в два раза. Днепровагонмаш на 40-50%. Еще одно следствие ухудшения отношений с Россией – крайне нерезультативное участие нашей страны в аэрокосмическом салоне МАКС-2013, который не принес Украине никаких крупных контрактов. Если договоры российских компаний исчислялись миллиардами долларов, то украинское предприятие Антонов получило твердые заказы на несколько самолетов Ан-158 и Ан-148 на сумму всего 100 миллионов долларов. Не могу сказать, что на МАКС-2013 мало интересовались украинскими самолетами. Но сейчас Ан-140 не слишком привлекает российские авиакомпании из-за высокой стоимости, хотя поставки в интересах Минобороны России продолжаются. Ан-148 может строить Воронежский завод. Самолеты прежде всего уходят государственным заказчикам Российской Федерации. Ну а по Ан-70 серьезных продвижений в вопросе приобретения этого самолета военно-воздушными силами нет. При этом на западном рынке те же украинские самолеты никому и даром не нужны, что подтвердил и премьер-министр Украины Николай Азаров. У меня состоялась встреча с французским руководством и руководством авиационной компании Аэробус. И они мне сказали, что ваш самолет Ан-70 лучше нашего. Но мы сделаем все, чтобы ваш самолет не нашел рынка сбыта. Вот такие жесткие правила конкуренции. Подобная судьба будет ждать и остальные украинские товары. ЕС не намерен ничего покупать у Украины, кроме узкого, в основном сырьевого сегмента, который уже и сегодня идет на экспорт. Зато после подписания соглашения об ассоциации европейские товары заполонят Украину. Более того, наша промышленность спустя некоторое время не сможет продавать отечественную продукцию и внутри страны, потому что она не будет отвечать евростандартам, которые после подписания соглашения станут для Украины обязательными. Таким образом, скорополительно подписав соглашение об ассоциации, Украина загонит свою экономику в тупик и фактически сама подпишет себе приговор. Конечно же, Украина заслуживает того, чтобы качество жизни людей, населяющих ее, было на уровне ведущих стран ЕС, чтобы у нас были такие же пенсии, как там, такие же зарплаты, такой же уровень защищенности и тому подобное. Но этого невозможно достичь, убивая остатки своей промышленности, разрывая многовековые торговые связи. И пора, наконец, перестать, подобно бестолковым крысам из мрачной сказки «Братьев Гримм», повиноваться дудочке коварного крысолова, единственная цель которого – поскорее завести нас в топкое болото и всех там утопить. Альбина Молдованенко, аналитическая программа «Бэкграунд». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова